Здравствуйте! В этой серии видео представлю вам расчеты Архимедового червячного зацепления. Расчеты были сделаны в программе MatCat Prime 3.1. Также покажу построение 3D модели червячного колеса в Creo Elements Pro 5. Оба этих программных продукта вы можете скачать на сайте PTC. Ссылка в описании. Для начала хочу показать анимацию готового червячного зацепления с Архимедовым червяком. Продолжение следует... Из анимации видно, что вращаясь, червяк передает вращение червячным колесом. И сложно понять, как же строить червячное колесо при известной геометрии червяка. Рассмотрим другую анимацию, на которой червяк взаимодействует с колесом, как зубчатая рейка. Продолжение следует... Из этой анимации видно, что если описать рабочую поверхность витка математически, то можно вычислить рабочую поверхность зуба червячного колеса. И если описать профиль червяка в каком-либо сечении параллельного оси, то можно определить сопряженный профиль колеса. Рассмотрим рабочую поверхность витка архимедового червяка, например, правую сторону. Образующая данной поверхности является прямая, которая имеет наклон равный 20 градусам к перпендикулярам оси червяка. При повороте вокруг оси червяка и движении вдоль нее образующая описывает поверхность витка червяка, которая имеет еще другое название – геликоид. В данном случае геликоид является косым, так как имеет наклон к оси. Рассмотрим геликоид в случае, когда его образующая перпендикулярна оси. Назовем его прямым геликоидом. Так же, как и в случае с косым геликоидом, образующая, вращаясь вокруг оси и двигаясь вдоль нее, описывает поверхность прямого геликоида. Наложив оба геликоида друг на друга, увидим, что на наружном диаметре поверхности совпадают, а по мере удаления от наружного диаметра к центру поверхности геликоидов расходятся на некоторое расстояние, зависящее от угла наклона, образующей косого геликоида. Рассечем поверхности геликоидов плоскостью, параллельной их осям. Обратим внимание на линии пересечения плоскости с поверхностями геликоидов. Линия пересечения плоскости с косым геликоидом является профилем архимедового червяка, для которого необходимо определить сопряженный профиль колеса. У архимедового червяка может быть три типа профиля червяка. Первый – это когда расстояние от системы координат до секущей плоскости положительное, как в данном случае на экране. Второй – когда это же расстояние отрицательное. И третий тип – когда секущая плоскость проходит через ось червяка. В этом случае профиль червяка будет прямая линия с постоянным углом профиля. Чтобы описать математический профиль червяка, сначала нужно определить линию пересечения прямого геликоида с секущей плоскостью, так как это сделать проще, а затем прибавить смещение до точки профиля червяка вдоль оси Х. Несложно заметить, что каждая точка профиля червяка также принадлежит спирали или линии пересечения цилиндра с косым геликоидом. Развернув спираль на плоскости, можно определить координату точки профиля вдоль оси червяка. Вот линия соответствующей развертки, вот это участка спирали от точки 0 до точки профиля червяка. Спираль косого геликоида можно определить смещением спирали прямого на расстояние, которое зависит от угла профиля и диаметра самой спирали. Более подробные расчеты профиля архимедового червяка будут представлены в следующей части. Всем пока!